А у нас разный уровень сознания у всех. Вообще-то есть раз, два, три, четыре, пять уровней сознания примерно. У таких есть еще промежуточные, но пять основных. И, соответственно, в зависимости от сознания мы видим мир и цели в соответствии с этим сознанием. Поэтому, с одной стороны, с абсолютной точки зрения, есть цель у этого творения. Если человек осознает эту цель, то он как бы плывет по реке и еще подгребает в нужном направлении. Представляете, мало того, что вы по течению идете, а еще гребете в сторону течения. Естественно, в ускоренном темпе все проходит. Вот. Вот. Это цель этого мира. Мы сегодня тоже это обсудим. Вот. А по цели у всех разные. Потому что разный уровень сознания. И, соответственно, смысл жизни разный, потому что уровень сознания разный. Ну, как ребенка возьмем, ему в детский сад сначала надо идти, правильно? Ну, и у него вот цель, там, кубики складывать в детском саду, да? Там, на горшке сидеть, там, и так далее, да? А если человек в аспирантуре учится, то у него вообще кандидатскую написать и так далее. Разные цели. И, соответственно, смысл существования меняется. Поэтому помните, когда мы прицеливаемся к цели, мы должны оценить внешнюю обстановку, и мы должны оценить внутреннюю. И во внутреннюю обстановку нужно оценить, кто я, на каком я уровне, да? Что я ощущаю, что я хотел бы ощущать от мира, как бы я с ним хотел взаимодействовать и так далее. Кто вокруг меня, это внешняя цель. На какой у меня ресурс, какие у меня возможности, чего я боюсь, какие у меня страхи. То есть ставить цель, не, как это, не проанализировав вот эту стартап-точку, с чего я начинаю. Ну, это значит споткнуться на первом же повороте серьезно, потому что не готовы. Да? А это очень легко понять, если мы идем в фитнес-клуб, то тоже сначала нормальный инструктор, он дает тестовые упражнения, чтобы посмотреть наш мышечный корсет, сосуды, насколько как бы мы кардио все нагрузки можем выполнять. Это нормальный инструктор, он сначала сделает тест, а только потом даст вам какую-то, ну, задачу, и мы идем, соответственно, в бой. Дальше. Еще. Здравствуйте. Где руку поднимите? Я-я-я. Ага, вижу. Хотела поблагодарить за ваши лекции, очень много полезного. У меня тут много всего в заметках написано. Самая большая обратная связь пришла в тот момент, когда вы сказали о том, что вот есть чужой опыт, которым люди делятся, и в этот момент кажется, что, ну, меня пронесет, да, и мы на самом деле не самые-самые, и при этом мы не бесполезные. Нужно грамотно оцеливать то, что есть вокруг, и то же самое важное, не концентрироваться на негативном, на том, чего у нас нету, а как бы смотреть на то, что у нас есть, и благодаря этому двигаться вперед. Да, и сегодня я смогу это подробно объяснить. Это очень важная тема. Если люди умеют быть благодарными за то, что у них есть, они уже счастливы. То есть сама вот эта благодарность делает их счастливым. Большинство людей, а, вон у Васьки, а, вон у Петьки, а, вон там, а мне бы то. Да, хотя тот же Васька, которому мы завидуем, если с ним поговорить, а он вот у Петьки, вон у Маши. Понятно, да? Везде хорошо, где на что нет. Это известная пословица. Хорошо, еще? Сюда микрофон. Да, давайте. Здравствуйте. Сюда. Вы вчера сказали такую фразу, что провал нужно делать как ступень к успеху. Не нужно его делать. Если ты его делаешь, то он должен стать ступенью к успеху. И я подумал, припомнил, есть какие-то провалы в прошлом, сильно в прошлом, которые до сих пор меня эмоционально трогают. То есть я вспоминаю, мне становится стыдно за что-то. Или вот такие эмоции, они до сих пор есть. Можно ли вот эти старые провалы как-то преобразовать, чтобы отношения к ним преобразовать, чтобы оттолкнуться от этого и извлечь из этого что-то? Я вчера дал ответ. Кто сможет ответить? Помните, был принцип планирования, а потом второй анализа. Да. Ну, планируем. Вот он спланировал и промазал. Да. И дальше есть анализ. И я говорил о трех принципах анализа. Три типа людей, с кем нужно проводить анализ. Кто помнит? Да, давайте как-то микрофон. Говорите. Да. Здравствуйте. Первое, можно обратиться к тому, кто уже достиг этой цели и уже знает, как ее достигать. Второе, тот, кто является своим доброжелателем или заинтересован в том, чтобы ты достиг этой цели. И третье, к святому человеку, к высокодуховному. К высокодуховному. Да, ну и четвертый тип, который дешево, сердитый и полезный, это критиканам. К зависникам, к зависникам. Да, завистник, да. Вот и все. Расскажите проблему вот этим четырем типам людей, провал свой. То есть вам надо провести правильный анализ, правильно? Чтобы это стало ступенью к успеху. Вам нужно проанализировать, где ошиблись. И я вам подсказываю, проведите анализ с соответствующими людьми. Как понять? Да, можно, конечно. Разрешите. Спасибо. Вопрос, знаете, бывает, когда у тебя какой-то провал или проблема, которая случилась. Даже не стоит вопрос, как ее решить. А ты, особенно если она более масштабная, остается вот эта грусть, тоска, боль, обида. И вот именно от этого избавиться. То есть вопрос не в решении. А ты уже даже понял, ты уже поняла свою ошибку, идешь дальше. А то камнем еще держит. И, скажем, психологически, оно же со временем еще и копиться может, и проблемы собираться. Все понятно. Смотрите. Если я разобрал эту ошибку, понял все скрытые проблемы, то я точно поднимаюсь на уровень выше. А что такое уровень выше? Это больше свободы. Теперь я меньше боюсь. Помните, мы говорили про страхи, два типа страхов. Мы боимся не достигнуть цели, и мы боимся критики. И вот мы не достигли, этот страх сбылся. И у нас так получается кортизоловое закрепление, если языком психологии. То есть когда аналогичная ситуация, или когда мозг вспоминает, то происходит стресс. А если я вспоминаю то, что меня возвысило, подняло на уровень выше, то у меня не остается негатива, потому что кончилось как все? Хорошо. Я приведу страшный пример. В свое время были проблемы. Это 80-е годы. С джазовой музыкой она не была популярна, и тем не менее, как-то нас взяли в Москонцерт. Я там работал. Коллектив «Багаж» назывался с Галиной Филатовой. И это был прорыв в том плане, что джазовый музыкант получил работу. Вроде класс. Но были музыканты круче меня. Может, кто-то знает Игоря Бутмана такого. И вместе с Сашей Ростоцким, это бас-гитарист, они говорят, слушай, давай мы тоже что-нибудь сделаем, а ты нас возьмешь там. Ну, в общем, они как бы меня хотели использовать как свой стартап. Но да, у Игоря абсолютный слух. Абсолютный. Человек вообще фантастических способностей от природы. Мы пришли на репетицию. И так, поджимовать. Поджимать, значит, поимпровизировать. И в какой-то момент он решил играть лидийский лад. Для вас это ничего не будет говорить. Ну, в до-мажоре фа диез вместо ноты фа. А это же сходу. Он берет эту ноту, как уже обыгрывает, опирается на нее. Пока я сообразил, какую ноту взял, он уже психанул. У него тенор саксофон. Он со всего размаху эту ноту мне в ухо как дунул. Говорит, ты что, не слышишь, балбес? Берет мои ботинки и в окно. Пошел отсюда. Потому что для человека, который вырос, ну, когда все слышит, понимаете, он все слышит до сих пор. Для него это был стресс. Но какой был стресс для меня, да? После этого я добавил себе сольфеджио каждый день с педагогом. У меня никакого стресса нет. Он был тем инструментом. который развил мой слух. Потому что, наконец-таки, он мне дал, что если ты играешь с жаст, ты должен слышать мгновенно. И вот этот вот в ухо фа-диез, понимаете? Я лидийский лад теперь сходу услышу везде, понимаете? То есть для меня это классно. То есть надо научиться видеть пользу от стрессовых ситуаций. Но на самом деле, кто-то сейчас скажет, все равно стресс останется. Нет. Не все ошибки вы увидели как позитивные. Понимаете? Не все. Потому что что обычный человек делает? Ну, как так можно? Я тоже человек. Да? Он должен был учесть мой уровень. Он тоже что-то не может. Надо уважать друг друга. Если мы остаемся на этой платформе, ну, ждите всю жизнь стресс. Всю жизнь вы будете вспоминать, как человек с вами, как вас унизили. Вот и все. Поэтому все зависит от нашего уровня сознания. Если наша цель, сейчас очень важный момент, соответствует нашей природе, то мы вдохновимся от такой ситуации. Если не соответствует нашей природе, мы будем испытывать стресс очень-очень долго. Сейчас вот эту фразу запоминаем. Сегодня мы будем говорить о желаниях, как строить в соответствии с желаниями цели. Я там это объясню прямо по полочкам. И я думаю, будет прорыв. Почему в той же Багават-Гите, например, Господь говорит, что лучше плохо исполнять свои обязанности, чем хорошо чужие. Очень интересный момент. Потому что у нас есть определенная природа, которая потом проявляется, или не потом, а проявляется в наших генах, в воспитании, в судьбе. Если мы ее задействуем, там скрываются очень важные моменты. Там совсем другое удовлетворение. Чем мы, исполняя чужие обязанности, даже достигаем успеха, а не чувствуем. Не чувствуем счастье. Кто-то сейчас здесь разве чувствует счастье от того, что он будет слышать вместо фа-фа-диез? Пск. Но я испытывал. Я испытывал счастье. Когда я развил свой слух, и сходу понимал, какая нота играется. Понимаете? Когда у меня звучала мелодия здесь, и тут же, минуя ум, пальцы это играли. Вот мы же говорим, мы же не задумываемся. Сейчас, вот я так по-английски говорю, мне обязательно надо подумать. То есть я могу, но мне надо подумать. То есть это не мой родной язык. Мне надо подумать перед тем, как слово сказать. И это всегда видно, правильно? Но сейчас, чтобы по-русски говорить, разве я думаю? Я тут же могу свою эмоцию словами выразить. И музыкант это тот, кто может свою эмоцию тут же сыграть. А не сейчас, подождите. На, не, она. Сейчас, сейчас, сейчас. А вот. Ой, сейчас, понятно? Нет, не музыкант. Музыкант, у него возникло что-то там. И тут же пальцы это играют. И это случилось благодаря ему. А так как я к этому стремился, правильно, то он стал тем стимулом, благодаря которому я очень быстро это достиг. Потому что просто, я понял, что в следующий раз вообще меня из окна выкинут. Вот, понятно. Но я хотел, это была моя природа стать музыкантом. А если бы это была не моя природа, я бы ему отомстил. Ну как, как-нибудь по уху бы дал, чтобы он тоже не слышал хотя бы пару дней, да? Ну, вы знаете, идея, идея понятна. Добрый день, спасибо. А вот такой вопрос. Есть люди, которые хвалятся, наоборот, своими достижениями. То есть они специально завышают свою самооценку. Да. То есть вот он пришел, и он рассказывает, какой он крутой, какой он там замечательный, что он лучше тебя. Это как акт унижения или что? Это люди недолюбленные. Это люди униженные. Где-то, когда-то, в детстве. И они думают, что если они на пять копеек дороже, то их больше будут любить. Это психологическая проблема, да? Ничего тут такого нет. Да, ну, хвалят себя человеку. Но ему не хватает самооценки. Ну, поддержите, если это вас не ломает. В чем проблема-то, да? Как бы. Да? А можно еще уточнить, пожалуйста, два момента? Вот первый момент. А когда в семье, например, жена разговаривает с мужем, немножко разные стили общения. Женщина любит все подробно, долго рассказать. А муж как будто обрубает тебя. Так, все, короче, короче, говорю. И у тебя как будто бы внутри вот этот твой энтузиазм, он сдувается, крылья падают, и ты уже ничего не хочешь рассказывать. Вот как в таких ситуациях. И еще такой момент тоже к этому ко всему. А если вот в социальных сетях, как вы к этому относитесь, например, ведешь страницу, ну, например, там, страницу ребенка, и публикуешь какие-то выступления, еще что-то, это тоже является, ну, такой опасной сферой, где можно заработать с глаз. Вот два таких момента. На второй вопрос сразу говорю, да. Если вы не делаете на благо других людей, ну, допустим, я же в соцсетях веду страницу, делаю. Я не боюсь с глаза, потому что я даю знание, которое идет от Бога. Я понимаю, что Бог меня защитит. Я всегда об этом говорю, что все, что я даю, это не мое. Не я это придумал. Мне трудно с глазами еще. Я не считаю себя умнее вас точно. Мне, может, немножко больше повезло, что я этого знаю. Понятно. Но когда мы делаем это ради себя, когда мы говорим, вот, посмотрите, какой мой ребенок, особенно если у нас есть умонастроение, его тонко люди чувствуют. Чувство превосходства. Вот если мы опубликуем или показываем в соцсетях с этим умонастроением, с чувством превосходства, ждите обратку. А первый вопрос, даже отвечать не хочется, он очень серьезный. Первый вопрос. Я сейчас могу рассказать, из одного этого вопроса могу рассказать всю ситуацию в семье. Представляете? Настолько он классический. Суть заключается, что в отношениях бывают два варианта всего. или эмоциональные отношения, или функциональные. Мужское сознание устроено так, что или мужчины испытывают эмоции, и когда они их испытывают, они совсем не хотят рационально думать в этот момент. вот гуляем. Мы с мужиками это гуляем. И в этот момент так устроено мужское сознание, генетически, он не хочет думать иногда даже о последствиях. Поэтому мы часто веем, как из какого-нибудь ресторана этого мужика тащит разумная жена домой. Она его разум. Он не соображает. Или он говорит, хватит тратить все, все, успокойся. Достаточно этого. Его несет он на эмоции. И также мы видим другую ситуацию, что когда мужчина на функции, вы его не разведете на что-либо другое. То есть если вы уже заставили его перейти на функцию, он говорит, короче, так, обсуждаем по делу. Это что тут лежит? И женщина может начать плакать что угодно. А он на функции. Он выключил эмоцию. Поэтому мужчина может решать серьезные проблемы. Потому что он как бы эмоцию засовывает куда подальше и пошел на функции. Выключает страх, выключает и просто думает. Просто берет высоты. Но я имею в виду нормальный мужчина. Понимаете? И вот задача женщины в семье в основном поддерживать эмоциональный вид отношений. Эмоциональный. В данной ситуации очевидно, женщина на эмоции, а мужчина на функции. Если женщина себя в семье неправильно ведет, то мужчина как бы на войне. А на войне как мы воюем? Есть пара симпатика и симпатика. То есть когда солдат воюет, он что? Не писает никак, и не ест. Понимаете? Это разные функции в организме. Нас переклинивает. Понимаете? И соответственно, такой мужчина, он пришел домой, правильно? и он так чувствует себя, что надо быть на функции, осторожно. И тут ему впорхал кто-то. Короче, кончай порхать, что надо. Говори конкретно. Это очень опасная ситуация для женщин. Вот такие отношения в семье. Потому что в нас у всех есть недостатки. И вот если мужчина в семье на эмоциях, он не видит недостатки женщины. Но не видит. Вы, наверное, видели такие семьи. Она такая, что увидишь днем, можно в больницу загреметь. А он в кайфе. Он ничего ему кайф. Это любимая женщина. Вот он все в ней признает. Вот он просто как дурак. Знаете, обычно его же друзья говорят, ты как дурак просто. Ты себя вообще видишь? А она у меня такая. он летает там. Потому что он нашел на эмоции. У него функцию она выключила. Он только дверь открывает, он ее только видит, у него бах, и функция выключена. Она журчит, там что-то говорит. А ему все класс. Он расслаблен, как на диване. Понимаете, с ней? Он дома отдыхает. Он дома тупой. Ему не хочется думать, потому что он пришел с войны. Понимаете, оттуда, где он брал ответственность, где, конкуренция, где сложности, где его пытаются завалить. И теперь он пришел домой, правильно? А здесь что? Здесь лютики, цветочки, дети, все это бегается. Ему кайф. Вот тогда вы можете журчать сколько угодно, про него ничего не поймет, но будет смотреть на вас с улыбкой. Вы будете говорить, что ты как дурак? Ну ты очнись, вообще-то я по делу говорю, да? А ему все пофигу. Вот. Но если он входит домой и видит, что сейчас, да, с гаубицей выйдут, там проблемы же в семье, да, то он уже входит на функции. Понимаете? И как только он входит на функции, он видит, как женщину трезво, какая она есть. И он говорит, ты на кого похожа? Ты вообще что одела? Я хотела к нему выйти, обнять. А он видит, а мешки-то какие, да? Опять на ночь нажралась. Понимаете? Ну так вы, дорогие, ведите себя так, чтобы он влетал на эти эмоции и не видел, что вы на ночь наелись, понимаете? И не первый год. Понятно, да? И это работает. И это работает. Поэтому нужно очень четко различать, что если женщина выводит мужчину на функцию, такое надо-надо, правильно? Надо решить серьезную проблему. Она говорит, так, стоп, сейчас не до шуток, проблема тяжелая. Вот в этот момент, помните, что он видит все как есть и может перелететь. Поэтому к этому надо готовиться, надо просто счастье, что лучше как-то получше одеться, лучше. Это целая культура, понимаете? Это целый мир. Мужчина, когда он трезвый, он видит мир критически, функционально. Понимаете? Если он у вас видит сулит, он думает, все, восемь, становишься старухой будет. Какой восемь? Пятьдесят, все. Вот кошмар, ты что ешь, ты что делаешь, ты что фитнес делаешь? И он начинает ее грузить, понимаете? Она к нему с одной проблемой, он параллельно считал еще десять других на ее теле. Понятно? Вот в чем проблема. поэтому есть целая как бы вот наука. И я подготовил вам одну историю, когда один великий царь совершает очень серьезную ошибку, когда мы будем говорить о целях определенных в семье, и его жена понимает, что эта ошибка приведет к вымиранию всего их царского рода. Всего царского рода. Вы представляете, какая проблема? Это вам не то, что он там с работы его уволили. То есть он уже сделал шаг, который разрушит династию. Я вам почитаю, как она себя ведет. Вы просто скажете, это космос. Как она себя с ним ведет, так, чтобы максимально в этой ситуации включить у него вот эту функцию решения проблем. И при этом остаться любящей женой. Понимаете? От таких женщин не уходит. Никогда. Ему просто некуда мужчине уйти от такой женщины. Это невозможно. Понимаете? Невозможно. Поэтому если мы вот таким вещам, такой культуре обучаемся, то тогда что получается? Мы защищены своей же культурой, своим же поведением, пониманием ролей в семье. Мы защищены. Нас сама культура защищает. Представляете? То есть я очень советую такие вещи глубоко изучать и не думать, что вы не способны. У вас, у нас у всех есть, вот то, что я говорю, у мужчины откликается, скажите мне, но ведь откликается, очевидно, хотя мы разных возрастов, разных конституций, из разных, может быть, религий, из разных культур, но мы чувствуем одинаково определенные вещи. У нас есть как бы мужской ген. Также и женщины, какие бы вы ни были, разные, даже разных национальностей, есть нечто общее. Вы все хотите быть любимыми, вы все хотите, чтобы вас чувствовали, ощущали красивыми, вы все хотите быть нужными, вы хотите быть нужными, это же очевидно. Но так надо так действовать, чтобы быть нужными, чтобы вас всегда любили, чтобы вас выделяли и считали эксклюзивом, и чтобы ваши временные изменения не влияли на отношения. Это же мечта любой женщины, чтобы временные изменения в теле не мешали, потому что мы должны быть красивыми изнутри, согласны? Все, если мы красивы изнутри. Вот возьмите молодых девушек, вот сейчас все мужчины подтвердят, бывает такая красивая, но общаться не хочется, потому что стерва. вот не нужна ее красота, вот она вот прямо ну воспользоваться можно на часок там, и то дорого будет. Вот дорого. А вот есть женщина вроде ну ничего, а хочешь красивая, ну вот красивая, вот классная, вот с ней хочется быть. Так вот эта стервозность через эту красоту что проявится? И в 40 лет она у нее во внешности будет. В 40 лет эта красавица превратится в баб ягу, потому что она прорастет, вот это тонкое тело, вот это ум, разум, там все это, система ценностей, она проявится прямо во всем вот такая станет. А вот та, которая была по молодости вроде как несовершенна, потому что в молодости мы прям на все придираемся, мы прям думаем, что все тут должны быть Аполлонами и Венерами, правильно? А потом на 40 смотришь, ну, конечно, подстарел, ну, конечно, классная, какая-то мягкая, какая-то женственная, как-то классно одевается, но какая-то она классная все равно, опа, потому что ее сознание, ее мягкость, ее дружественность, ее женственность, ее нежность, она прорастает у нее в лиге, понимаете, в облике, так скажем, в состоянии бытия, понимаете, есть состояние, которое исходит от человека, и оно намного сильнее, это энергия, понимаете, и вы рядом с таким человеком находитесь, вам кайф, вам спокойно, и мужчины это очень ловят, они это ловят, они домой заходят, они чувствуют, какая тут энергия, они прям чувствуют, потому что дом это царство жены, если они чувствуют, что там уже баррикады, мины заложены, сюда не шагни, туда не, везде камеры стоят, правильно? только что-то как-то в любимый гараж, да? Это что такое гараж? Это там, где нет камер, где нет гаубиц, правильно? Где нет слежки и так далее. Кому нужен этот гараж, если дома все хорошо? Что нам делать? Если дома уютно, классно. Понятно, да? Все, пошли. У нас сегодня серьезная тема, я обещал, что вчера будет плохо, да? Но вчера не было плохо, будет плохо сегодня. Мы сейчас будем оценивать внешнюю ситуацию, то есть объективно, согласно писаниям, мы сейчас посмотрим, в какой век мы живем. если вы попадаете в атмосферу, где будет жарко, то вам нужно думать о том, как вы, чтобы не перегреться. Если вы должны в будущем жить там, где очень холодно, вы должны подумать о том, чтобы не замерзнуть. Я примитивно говорю, но идея понятна. И вот сейчас у вас будет совершенно точно шок, я это знаю. Я вам опишу ситуацию в век, в какой мы родились, так называемый железный век. Это очень важно внимательно послушать. Вы испытаете стресс, не бойтесь его, хорошо то, что хорошо заканчивается. То есть по идее сегодня вы должны выйти с чувством, что нафига я вообще живу. И вообще шансов нет. И сидит точно перед нами монстр-комик какой-то. нафига он все это сделал. Но завтра я вам покажу, как из этого вот так выйти. Нет худа без добра. И мы закончим на позитиве. Но просто этот негатив для меня он не негатив. Это просто ситуация, в которой мы есть. Понимаете? То есть каждый человек должен объективно понимать, в каком он состоянии находится. Я там разведенная женщина, я там женщина с пятью детьми, я там коллега, например, или у меня серьезная болезнь. люди боятся вот это оценить ситуацию и поэтому они ставят цели несоответствующие реальности. Понимаете? Вообще. Но человек должен понимать, где он живет. В свое время это был 86-й год. Один серьезный музыкант мне говорит, не уедешь за границу, лучше брось играть джаз. Игорь Табутман закончил Беркли Скул в Бостоне. Надо не забывать вместе с братом. Иначе бы он все равно так не играл, даже обладая таким гениальным талантом. И в 82-м году я уехал отсюда. И поэтому все состоялось. Потому что очень важно оценить ситуацию, которая у вас. Очень важно. очень точно понять, что в данных условиях достижимо, а что в данных условиях недостижимо. И, соответственно, или мы меняем цели под данные условия, или мы меняем условия. Понятно? Но пытаться, я не знаю, живя на Сахалине, стать голливудским актером, ребят, ну, можно, конечно, мечтать. Знаменитая, я не помню, певица одна, из Австралии. Она стала поп-звездой в Америке. И даже я, когда эти интервью ее смотрел по-молвности, все ведущие, кто говорили, мы сейчас познакомим вас с удивительной женщиной, которая смогла стать звездой мирового уровня, несмотря на то, что родилась в Австралии. Для меня в то время фига себе, в Австралии, что такого-то, да? Вот если бы звездой стала, родилась в России, мы бы удивились, да? Понятно, да? То есть условия играют роль. И об этом надо подумать. Итак, поехали. Это будем читать из Бхагават Пураны. Пураны – это исторические хроники, которые были записаны пять тысяч лет назад. Даю вам краткую сведение вообще, что такое веды. Пять тысяч лет назад письменность не была нужна. Кто-нибудь об этом знал? Ну, единицы. Почему? Память. Идеальная память. И память настолько удивительная была, что человек с одного раза запоминал слово в слово. Вы можете представить, что, что я вчера дал, мудрец того времени запоминал слово в слово. Не нужны были тетрадки. Соответственно, мудрецы того времени понимали, что Вселенная имеет циклы развития. И что наступает железный век так называемой деградации. И понимать, что память, возраст, продолжительность жизни и другие качества, о которых мы сегодня говорим, у людей будет сокращаться. И тогда было поручено записать все веды. Как это было делать это долгое и неважно. В конце концов, записав все веды, этот мудрец разделил их на четыре части в зависимости от уровня сознания, поручил мудрецам давать. И отсюда произошли мировые религии, кстати. Вот. Дальше что было, подумали? Хорошо. А самим вот этим мудрецам, которые дают это знание потом поколениям из поколения, им же нужно? Это нам сейчас не нужно, потому что мы совсем в деградации живем. Но тем-то мудрецам нужно помнить, а смысл-то в чем глобально? И тогда он делает потрясающую вещь. То есть вот этого зала не хватило бы, чтобы заполнить всеми ведами записанными. То есть такое обширное. То есть туда же входит все, строительство, любые, все виды оружия. Вот это то, что Гитлер пытался искать, он пытался искать вот эти всякие техногенные технологии, которые в ведах были. Значит, тогда он записывает так называемую веданте-сутру. Что такое веданте-сутру? Веданте-сутру это краткий вывод, суть всех писаний. Афоризма. Четырехстрочные такие мантры. Теперь что? Санскрипт так устроен, что можно трактовать в очень много сторон логику этого и делать разные выводы. И теперь мы-то как? Мы вообще никакие. Человек говорит, идите за мной. Ага, и пошли. Пришли, а там ничего нет. Как было в то время? В то время было так. Идите за мной. Какой у тебя комментарий на веданте-сутру? Если ты мудрец, мы за тобой идем, ну-ка скажи, твое кредо куда? Есть веданте-сутру, это просто закодированные писания. Ты как их видишь? Я вижу их так. И этот мудрец должен был написать комментарий на веданту-сутру. То есть он должен был расшифровать эти тексты и сказать, вот мое кредо. Вот веды, вот я, и я их вижу вот так. Люди смотрят, как вот сегодня вы слушаете, и говорите, о, отозвалось. Мне это интересно, понятно. Хорошо, что дальше? Согласен. Мне нравится, как ты увидел смысл жизни. Хочу так же увидеть. Понятно. И тогда за этим мудрецом шли. И это называется цепь ученической преемственности. Но в основе лежит комментарий на веданту-сутру. Понятно, да? И вот я вам буду читать один из таких комментариев на веданту-сутру, где все объяснил мудрец с точки зрения Бога. Потому что можно очень по-разному рассказать. Для чего и как Бог что сделал? И какое он к этому имеет отношение? Как заказчик вед. ибо все веды изошли из Верховной Лечисти Бога. И соответственно, для чего он сделал эту вселенную? Это веданта-сутры описано. Но если вам читать эти эйфоризмы, что один поддерживает всех и так далее, там есть такие краткие, вообще ничего не поймете вообще. Более того, санскрит так устроен, что если вы перевели какое-то слово определенным образом, то через пять сутр вы не можете по-другому перевести это слово. А этот перевод первого текста должен соответствовать двадцатому, тридцатому, восемьсот, пятнадцатому, чтобы логика была. Что это ты тут и так это назвал, а тут так не сходится. Понятно? Поэтому веды не читаются без комментариев. Только группы неразумные люди, типа нас, говорят, я комментарии читать не буду, я буду просто читать стихи. Как? А кто сказал, что этот стих переведен правильно? А на санскрите одно слово может означать до двадцати противоположных значений. Оно закодировано, это знание дураков, понимаете? То есть если вы не находитесь в цепи ученической преимущества, вы вообще ничего не поймете. Для вас это будет набор каких-то странных высказываний. Понятно, да? Поэтому ученые переводят, и когда 30 лет я этим занимаюсь, я иногда смотрю комментарии ученых, как будто анекдоты читаю. Ну, потому что они не понимают этого, они не находятся в парамбаре, они просто санскрит знают. Они переводят, и им хочется сказать, ты вообще сам понимаешь, что ты сделал? А они знают, что говорят? Да, я вижу, что это полная тупость. Ну, понятно, давай дальше. Потому что они курят, пьют там, нифига не следуют, ничего не знают, понимаете, и что, почему Бог должен делать так, чтобы они это поняли? Так и Гитлер пытался, но извините, ничего, какой он ария? Да, вот они, так называемый Гитлер, эту арийскую расу правило. Правильно, арии есть такое понятие. Это определенная цивилизация, это определенные люди, которые все строят на ведических принципах изначальных вед. Так там какая культура? Там какое знание? Там как за генами следили, за образованием, понимаете? Какие аскезы люди должны совершать? Как они должны что делать? Как только омовение три в день? То есть, если я вот так взял, то стол уже грязный, рот грязный, очки грязные и мой взгляд грязный. Вот что такое ария. Понятно? И этот с усиками туда ломанулся, понимаете? Ну, смешно. Хорошо. Теперь смотрите, что делается? Вот эта вселенная, она развивается циклически. То есть, сначала наступает так называемый золотой век или сати, юга. Юга – это век. Он длится, смотрите, 1 миллион 728 тысяч лет. Вот в этот золотой век сейчас не падайте. Это реальная история. Люди очень высокого роста. Я боюсь вам говорить, вы подумаете, что я сказочник, и что мне надо лечить, но 6 метров – это не рост для этих людей. Продолжить жизни 100 тысяч лет. в мире вообще отсутствовал грех. То есть, все следовали Писание, все совершали серьезные добровольные аскезы, медитация, поклонение Богу. Вот это золотой век. Он сменяется следующим веком, через миллион 728 тысяч лет. Вы посмотрите, эти цифры даются до года с точностью. Что происходит в промежутках? Что происходит с залом, когда мы из него выйдем? Его помоют. Его помоют. Происходят так называемые катаклизмы. Потопление, затопление, всякие пожары, засухи. Для чего? Чтобы подчистить заново. И это происходит так циклически по земле. Пока мы из этого зала вышли, здесь помыли, в другой вошли, понимаете, потом сюда уже приходят другие люди. И вот наступает Трета Юга. Этот век длится, я вам выбрал, 1 миллион 296 лет. Тот 1 миллион 728 тысяч, а этот 1 миллион 296 тысяч лет. Появляются, то есть основные признаки цивилизации это милосердие, пишите, чистота, аскетизм и правдивость. Милосердие, чистота, аскетизм и правдивость. Трета Юга. Сначала сати, а потом трета. И вот это милосердие, чистота, аскетизм и правдивость уменьшаются. И причем веды говорят очень интересную пропорцию на треть. А что же остается в эту треть? Жадность, вожделение, гнев, порог, обман. Начинает проникать в общество. И это заложено Богом. это не то, что вдруг. Потому что вы можете сказать, ну как же люди святые, практически земля состояла из святых людей. И вдруг появляется грех, да? Да? Потому что есть души, которые хотят. И как наш ребенок, кто-то хочет на строительную площадку, дети бегают там, зачем что там делать? Кто-то хочет в бассейн ходить, кто-то в спортзал, понимаете? И так же и души, они хотят пребывать в определенном состоянии в этом мире, в определенном состоянии бытия, в определенной атмосфере. Господь это учитывает. Говорит, ну пришло время вот таких людей. И вот значит миллион там сколько получается 296 тысяч лет появляется уже запах вот этих вот негативных качеств. Понятно, да? Хотя еще процветание колоссального уровня. И для каждого века вот для сати-йоги, для третей-йоги все равно Господь оставляет способ духовного развития. И в сати-йогу это так называемая штанга-йога, когда люди на 10 тысяч лет могли сесть и не шевелиться в медитации. Уходили внутрь себя буквально и видели там в сердце Бога. Доходили до его. Причем их тела могли съесть животное. В костях шла вот эта прана, воздух и так далее. Вот такие методы йоги использовались. Третэ-йога это начало великих жертвоприношений. Колоссальные жертвоприношения. На земле огромное количество богатств и есть определенные принципы. Вот сейчас у вас жертвоприношение. Вы знаете? Я говорю, вы слушайте, вы жертвуете свое время, свои силы. И для вас сейчас есть свой аскетизм. Это трудно сидеть. Понимаете? У нас сейчас акт жертвоприношения. Я вам говорю слава Бога, а вы их слушаете. Для меня тоже это аскетично. Не думайте, что легко дать лекцию. Я тоже совершаю жертву. И вы совершаете жертву. И как минимум мы жертвуем чем? Временем. Понятно, да? Итак, в то еще время разрешается полубогам с высших планет, с низших планет, короче, путешествовать. Сейчас это запрещено. В то время соответствующие живые существа могли путешествовать и была взаимозависимость. Как сейчас интеграция экономики существует, станки в одной стране производит, там, я не знаю, трубы во второй, и вот они все обмениваются. Также был обмен с другими планетами. Понятно. И вот жертвоприношение это был так называемый обмен. Ну, договор. Мы вам вот такое предлагаем, а вы нам такое. существовало соответствующие процедуры поклонения высшим силам, поддержание, защита от низших планет и так далее. Это, веды это все очень хорошо описывают, мы кратко проходим. Поэтому, вот через эти жертвоприношения вам приходилось жертвовать, отдавать. И вот эта небольшая часть уже вожделения зависти таким образом, что нейтрализовалась. Понятно? То есть вам приходилось отдавать. Как любой женщине понять, жадна она или нет? Или мужчине? А в семью, ради детей. Пошли жертвы, правильно? И если жалко, знать жадный. Знаете, есть такие мужья каждую копейку женщины попросят в всем витле, и у него нет. То есть если холостяк, как он узнает, что он жадный? Он же это не узнает. Для этого нужно жертвовать, чтобы знать, что мы жадны. Как нам узнать, что мы взбалмошенные, да? Или что мы строптивые, если мы одни живем? Никак. Правильно? Поэтому существовали вот эти процедуры приношения жертв. И это дорогие, дорогостоящие процедуры. И там был такой класс браманов, которым мантрами предлагали это все. и это была такая высочайшая квалификация, потому что если нарушить ритм мантры или высоту звука, мантра не работала. Но люди обладали еще большой чистотой, да, вот это все качества были, сострадание, скетизм, милосердие, они этим обладали. И поэтому определенный класс людей могли это что? Осуществлять. Мантры работали. Поэтому вы когда читаете пураны эти, вы видите, что оружие вызывалось мантрами. Как это они так? То есть они материализовали через звук, материализовали материю. Но для этого надо обладать чистотой. И ученые, они это немножко не понимают. Они говорят, было жертвоприношение животных. Но ведические крупнейшие жертвоприношения, которые существовали на земле. Там был такой принцип. Я вызываю священника, который должен совершить этот акт, предложение высшим силам. А я царь, к примеру. А откуда я знаю, что эти священники квалифицированы? Я ему привожу, например, старое животное. В основном это были или козлы, или бараны. Ну вот. Я говорю, ну вот это старое животное. Покажи мне силу мантр. Он говорил, не вопрос. Этому животному взрезалось горло, и мантрами из огня выходил молодой ягненок. То есть жрец умудрялся молитвами, мантрами давать душе обновленное тело. О, ну ты крут, все. тест сдан, и теперь несите кучу топленого масла, кучу фруктов, кучу зерна, золота, и начиналось уже жертвоприношение без всякой крови. Понятно, да? Это был определенный тест. Следующий век, два параюга, два, от слова два, да? Добродетели и религиозность еще больше убывает, а порог растет. И уже длительность этой эпохи восемьсот шестьдесят четыре тысячи. Там миллион двести ну шесть, а здесь восемьсот шестьдесят четыре тысячи лет. Вы обратите внимание, что эпоха сокращается. Чем больше греха, тем короче эпоха, тем тяжелее становится. А в Трета-югу жизнь, средняя жизнь десять тысяч лет. Рост около трех метров. Нет, наверное, вот как раз в Трету наверное шесть, а вот дальше в два пара, там уже до трех метров. То, что вот находят раскопки сейчас и так далее. А вот рост сокращается, жизнь сокращается в два пара до тысяч лет. Сто тысяч, десять тысяч, тысяч лет. Ни о каких серьезных медитациях уже разговор не идет. Ну, что ты там за тысячу намедитируешь? Отдельные йоги есть и сейчас, которые могут стоять на одной ноге там 20 лет, медитациях. Но это смешно с точки зрения серьезных практик. Для нас мы не относимся к цивилизованным людям. Это одна из неприятных новостей для нас. Даже стоять 15 минут на одной ноге, ну, понятно, а там 10 тысяч лет люди стояли, понимаете, не шевелясь. В Пуранах пятилетний мальчик начинает медитировать, понимаете, он в конце концов в течение месяца доходит до того, что он делает один вдох в месяц. И как сказки звучат, понимаете. Итак, сократилась у нас аскетизм, милосердие, да, чистота еще на треть, то есть уже в половину меньше. И теперь 5 тысяч лет назад начинается железный век. Рост до двух метров продолжить жизни до 100 лет. Закончится наш с вами век через 432 тысячи лет. Вот этот железный век. Прошло только 5 тысяч. Всего 5 тысяч прошло от начала этого века. В конце этого века рост людей будет метр десять. 5 тысяч. А? Вы если кто-то поднимаете руку, вам принесут микрофон. 432 тысячи лет. Я же говорил, будет неприятная история. В этот век порог расцветает во всей своей красе. Аскетизм исчезает. он исчезает из ген людей. У нас в генах нет аскетизма. И у нас нет, и вы все это сейчас почувствуете, у нас нет милосердия как ген. Нам надо над этим работать. То есть мы вообще в принципе по природе своей несострадательны. Да, то есть если мы теряем телефон, нам очень больно. Но если кто-то теряет, ну да, понятно. Ну, жалко. Но не елкает. 90% людей ничего в сердце не елкает. Мы больше себя вдохновляем, да, говорим, не, ну как же, ну человеку плохо. Но мы не готовы отдать. Как знаете, это истории стрета юги. Полубоги они приходят на землю, потому что Господь ему говорит, вы не можете побороть там одного демона, вы не можете его побороть. Но есть мудрец, который накопил такую силу в костях, вот если он вам отдаст тело, вы определенные ритуалы сделаете с мантрами, и из этого тела вы получите оружие, которое сможет победить. И они приходят к мудрецу и говорят, слушай, отдай тело. То есть практически он говорит, давай мы тебя убьем, потому что нам твои кости нужны. и он отдает. Говорит, хорошо, сейчас, секунду, и покинул тело. Они взяли, вышел из тела. Кто-нибудь может добровольно умереть? Так вот, просто сесть, не вешать себя там, не истязать, не рубить себе пальцы, ноги, а просто по просьбе. Понятно? Вот это милосердие. Да? То есть мы наблюдаем вот такую историю, что сделал Иисус Христос, и мы до сих пор, и мы правильно делаем, мы восхищаемся этим поступком. Это источник колоссального вдохновения, потому что это редкость. Хотя в истории есть несколько таких примеров уже в железный век. Не думайте, что это такой один вариант был. Но тем не менее, для нас это чудо из чудес. Тогда, когда читаешь Пуран и читаешь ведические истории, так это нормально было. Понимаете? Великие цари следили, чтобы животные в государстве были полностью обеспечены. И если описывается история, когда к одному царю прилетает голубь. Ну, он сидит просто там на веранде, к примеру, да, и садится ему голубь. И подлетает орел. И этот орел сидит просто и говорит, мой голубь. Я орел, я имею право есть голубя. а голубь говорит, ты царь, ты должен меня защитить. Что делает царь? Он отрывает от себя кусок плоти, отдает орлу, выкупает голубя. Вот это милосердие. Понятно? И это царь, это не святой. На что были способны святые? Ну, мы просто, если я скажу, вы не поверите. Понятно, да? То есть, вот она самопожертвенность. И вот, смотрите, аскетизм, ну, это вообще не наше. То есть, ну, вот три часа мы сейчас посидим еще, да? То есть, я был, я жил в монастырях, то есть, бывают дни, когда ты на сухую постишься весь день с предыдущего дня и на сутки, на следующие там, ну, до семи утра. Получается, больше суток ты ничего не ешь. Но это не значит, что ты лежишь. Ты должен совершать определенные вещи очень важные, духовные, медитацию и так далее, молитвы. Это довольно серьезная процедура, потому что температура плюс сорок. Понимаете? Но это вот все, что мы можем буквально. У меня сильное было тело, я вот такие вещи мог делать. под руководством там духовно учить. Но это, ну, какой это аскетизм? Ну, смешно. Ну, я знаю людей, лично знаю человека, который, Эверест, да, или куда-то он поднялся, на полном голоде что-то месяц без питья. Ну, это просто вот таких людей, ну, понимаете, это вы сейчас скажете, давайте скорее нам его фотку, там, демон. Ну, кстати, он в Новороссийске живет, этот человек очень скромный, тихий, никто об этом не знает. Вот, то есть такие люди есть, но они, это единица, это их практику нельзя брать за основу нашего духовного развития, ну, это смешно. Понимаете? То есть я каждый день хожу в реку, в горную, купаюсь, на меня все смотрят, нифига себе, а что такого-то? Так они там могли сидеть месяцами, месяцами. Поэтому аскетизм забыли, как страшный сон. Милосердие забыли, как страшный сон. Одна из главных духовных молитв в наш век, это вымаливайте у Бога, чтобы мы сострадали другим людям, которые нам что? Не нравятся. Есть очень много людей, которые нам не нравятся. И мы отрекаемся от них. Даже если мы не хотим с ними общаться, что мы внутри, в сердце своем думаем? Фу! Ле! Чтоб ему. Мы точно не испытываем сострадание. Максимум отречения. Понимаете? Но так, чтобы потом за этого человека, который нам не нравится, что-то ему подарить, там, почку или печень, или что-то еще. Да какие, да? Мы за своих любимых это не отдадим. Поэтому милосердие для нас это акт глубокой духовной практики. Это милость Господа, потому что в генах вот этих вот людей железного века это практически отсутствует. Склонность к милосердию. Какие страшные. Посмотрите, сколько книг написано, как пытать. Трактаты научные. Чем ученые это занимаются? Они изобретают колоссальное количество оружия, способные уничтожить там нас тем или иным способом. И только как прикладное к этим видам исследований, да, что-то там какую-нибудь машину сделают, да, что-нибудь там, хлебопечку и так далее. Чистота. Вот представим этот зал, в нем нужно было там в два параюгу. А, значит, я не сказал, какой основной вид поклонения был в два параюгу. Это храмовое поклонение. Люди очень богаты. В это время появляется большой класс людей, зарабатывающих деньги, так называемые ващи. И земля дарует огромное количество богатств. Я не говорю просто про урожай, а просто еще золото и все храмы просто буквально из чистого золота делались и так далее. Поклонение было очень пышное. Соответственно, вы понимаете, ни о каком пышном поклонении сейчас Богу даже речи не может в королюгу идти, понимаете. Просто если взять богатство всех государств и сложить, его точно не хватит ни одно ведическое жертвоприношение. Представляете? А уж не то, чтобы на храмы. То есть все. И плюс воры, завистники, да, и все тому подобное. Их настолько много, что я сейчас вам начну читать, что практически в каждом из нас живет вор. В каждом из нас. Писайте в королюгу. в каждом из нас живет лжец. Вы можете поставить эксперимент, одеваете браслет на руку и ваша задача проносить этот браслет весь день. Когда вы его одеваете на другую руку? Если вы обманули. Практически нет человека, ну, который, понятно, если вы закройте рот, закройтесь в комнате, то, наверное, вы его доносите до вечера. Но если вы начнете активно общаться, вам придется систематически его одевать на другую руку. И вот вы будете весь день его переодевать, потому что никто не может, ну, хоть немножечко, но не приврать, приукрасить, исказить. Итак, такова ситуация. Милосердия нет, чистоты нет. Чистота, даже не хочется это обсуждать, потому что, ну, даже я следую 30 лет к определенным принципам чистоты очень строго приучен. Все равно я понимаю, что я не могу вот это вот мне сделать, например. Вот не могу. Вот если пьют, вы, наверное, видели, а есть принцип питья, не касаясь рта, потому что я коснулся, стакан осквернен. Если вы левой рукой взяли пищу, пища осквернена, потому что левой рукой нужно мыть попу. А кто ее вообще моет? Опа! Видите? И это только начало. Волосы, все, как подстригать, в какие дни. Это должно быть по луне сделано, это по солнцу есть определенные процедуры. Тогда у вас, знаете, как, ну, кто занимается вот спортом или йогой обычной, ну, хатха-йогой, да, он знает, что если вы делаете правильно асаны, то вы лучше думаете. Прямо голова прочищается. То есть, допустим, вот ветер, да, на море сильный был, потом берете, делаете так называемые треугольники, скрутки, и этот воздух, избыток, который от этого ветра, он выводит из тела. Понимаете, да? То есть, даже упражнения помогают вам с концентрацией, для медитации и так далее. То же самое вода, правильное омовение, правильно сделанное омовение, то есть, нельзя вытираться полотенцем дважды, потому что вы уже второй раз размазываете грязь, которую вы первый раз вытираете, на полотенце она попала, теперь что второй раз? Вы его размазываете по себе, понимаете? Как стираются одежда и так далее. Ни о какой чистоте говорить нельзя. Просто нельзя. А теперь не применяете соду или дезодоранты один день, и вы поймете, что у вас внутри. И поймете, через пять часов, если вы не применяете подмышки соду, вы поймете, что у вас внутри. Через шесть часов, семь, это поймут все окружающие. Понятно, да? Вот и вся история. Но если вы проходите определенные процедуры, я их проходил, то можно месяц вообще не пахнуть. Но для этого это серьезно, этим невозможно заниматься целыми сутками. В принципе, вся атмосфера этого века грязная. Вся атмосфера. Пища не та. Не та пища. Даже яблоки, даже фрукты, они не те. Они не чисты в своем составе. Сколько там химии, всего. Понимаете? Поэтому что у нас остается из четырех столпов цивилизованности? Правдивость. Мы все-таки иногда честны. У нас есть склонность быть честной. Есть в природе. И вот с правдивости начинается путь возвышения своего сознания. Если мы говорим о целях, это минимальная цель, которую человек в этот железный оскверненный век должен перед собой поставить. Не можешь не врать, лучше промолчи. Что ж промолчи? И это серьезно. Если вы начнете это делать, вы увидите, как у вас появится желание быть чистыми, появится желание быть милосердными. То есть это как бы вот этот ключик в цивилизацию просто правдивость. Сколько людей несчастливых, да? Но как же тупо мы все утверждаем, что мы счастливы. Жак Дапмана. Я из шоу-бизнеса. Там нет счастливых. Но с каким же успехом они это врут? Я говорю, что ты врешь-то? Что я тебе не знаю, что у тебя дома... Это не должен мне кто знать. Но он же врет. И все хотят тоже, молодежь, все хочет быть такой же звездой, как он. А он им врет, что он счастлив. Понимаете? Люди врут. Ну ты промолчи просто. Не говори, что тебе плохо. Скажи, ну, так себе жизнь. Да? Все же врут. Отсюда мы думаем, что те миллионеры, которые наворовали, настижали кучу денег, они счастливы. Мы же верим в это. Потому что они это нам говорят, что у них все круто. Нету там ничего. Нету. Это чистой воды обман. Это пиар-акции. Человек, который счастлив, означает, что он в каком-то смысле самодостаточен. Правильно? Он счастлив. Если сколько мы можем съесть, на какие максимальные деньги мы можем в день поесть? Ну давайте 20 тысяч в день вам хватит на еду? Ну ведь это же реально хватит. Это будут лучшие продукты. Ну и умножьте на 30. Ну 200 тысяч. Только на еду. Ну пусть 2 миллиона. Зачем вам 15 миллионов в день зарабатывать? Понятно? Это болезнь. И когда такие болезни развиваются, вот это стяжательство, обмана, воровство? Когда? Когда вообще счастья нет. Когда человек привязывается к тупым мертвой материи, к вещам, коллекционирует бутылочки, монетки. Когда? Когда больше заняться нечем, понимаете? Нет любви ни к кому, ни к чему. У человека, который любит детей, любит мир, любит людей, для него это общение, правильно? А не смотреть, вот у меня такая Марочка, вот у меня такой чехолочек, он один в мире. Ну что за бред? Ну один в мире. Что ты его съешь, что ли? И вот он трется об этом. Это же больные люди, их лечить надо. Понимаете? Теперь мы читаем. И что же дальше? Смотрите, что говорят писания. Вручить себя Господу могут лишь аскетичные, милосердные, чистые, правдивые люди. Эти четыре принципа развитой цивилизации характерны для золотого века. В ту эпоху каждый человек действительно был квалифицированным браманом высочайшего уровня. С точки зрения общественной структуры все были святыми, то есть людьми, достигшими вершины отречения. Благодаря воспитанию люди были свободны от влияния заблуждений энергии. Да. Теперь смотрите, как описывается Пураны то, что сейчас происходит. А затем, о царь, под могущественным влиянием Калиюги постепенно днем за днем станут исчезать с лица земли религия, правдивость, чистота, терпимость, и милосердие. Продолжительность жизни и физическая сила людей начнут уменьшаться, а память ослабевать. А теперь пять тысяч лет назад было написано. Посмотрите, как точно. В Калиюгу критерием высокого происхождения, правильного поведения и благочестия человека будет только его богатство. А законы правосудия будет на стороне богатых и сильных. И на днюх выходить пять тысяч лет назад. Так? Никакого обмана. Смотрите, все точно. А теперь совсем плохо. Завтра будет все хорошо. Я уже чувствую твою энергию. Мужчины и женщины будут сходиться друг с другом лишь на основании физического влечения. А преуспеть в делах возможно только с помощью чего? Обмана. Этому же учат. Этому же учат. Почему нет процветания? Вот вам простой пример. Останавливает меня гаишник и начинает разводить. у меня он говорит заходи, садись. Это совсем у тебя другая цель сегодня. Ты не понял просто. Кого и как он зашел, сел. И я ему говорю вот представь вот это 30 тысяч рублей. Ну просто беру ему та чуть. Я говорю ты меня разводишь. Я пугаюсь. И даю тебе 30 тысяч рублей. Ты меня развел. Он говорит но я говорю тебе 30 тысяч рублей. Ты не приложил к этому никаких усилий кроме обмана. Ты думаешь теперь на эти 30 тысяч рублей я поставлю себе классный сортир чтобы все работало. Но ты берешь эти 30 тысяч рублей. Так я остался без них. Меня развели. Идешь с ним к слесарю сантехнику. И говоришь у меня есть 30 тысяч рублей. Мне нужен классный сортир. Что он сделает? Он тебя разведет. Он тебя разведет. Теперь это попало к нему. А сортир ты нормально не получишь. Потому что он тебе эти трубы наоборот поставит нахрен все. И ты будешь потом оскобрить свои испражнения потому что все неправильно сливается засаляется но этого у тебя нет. А у тебя фиговый поломанный сортир. Если не криво построенный дом потому что мы знаем как дома строят сейчас. Конечно все построим нет вопросов только что будет через год с этими стенами. Он говорит ну теперь этот сам техник крутой или эти строители которые построили эти сраный дом простите меня за выражение думает пора поставить хорошие зубы и они идут к дантисту и несут вот это дантисту а дантист думает вот лохи и ставят им хорошие зубы которые в год выпадут а это перешло теперь к дантисту теперь дантист думает я куплю классную машину и несет опять вот этот инструмент вот эти там ну пусть миллион да в салон и в салоне ему впаривают соответствующую машину понятно да которую когда она спускалась с авто этого ну поцарапалась знаете они иногда перекрашивают и продают как новые и теперь он едет к тебе в виде меня на странной машине простите за выражение да то есть это то что ты у меня забрал всей этой цепочке людей не принесло никакой пользы понятно но все только пострадали он говорит да такова жизнь я говорю берешь да ну тебя ты все настроение испортил но идея понимаете то есть деньги и богатство никому не приносят пользу потому что миром движет обман поэтому происходит экономическое что разорение и завтра мы будем обсуждать какие поставить цели чтобы все таки что получать какие-то блага и они есть если надо знать законы Бога и не смотря что мы живем в такой тяжелой веке если мы не нарушаем законы Бога эти все обманщики проходят мимо нас они не могут нас обмануть это вам немножечко позитива сейчас еще негатив подольем так смотрите дальше мужчины будут сходиться с женщинами только из физического влечения через обман бизнес делается а женственности и мужественности людей будут судить лих по их искушенности в половых отношениях увы мы все это знаем а чтобы стать священником достаточно будет надеть на себя священный шнур поверьте даже в Индии они ходят с этими шнурами не понимая никакие мантры ничего еще курят гашиш и мы знаем это в любой религии что творится мало не пока зато одеты правильно а принадлежности человека к определенному духовному укладу станут судить по его внешнему виду и внешние признаки будут побуждать людей переходить из одного уклада жизни в другой то есть все начинают жить по форме а не по содержанию однажды в аэропорту это был 93-й год я провожал духовного учителя а соответственно ко мне подбегают когда я его уже проводил женщина говорит а что это за человек был я говорю а что напрягся он говорит он светится прямо знаете я вот прямо иду кругом а этот светится ну я думал ну что-то там нормально ну вообще это святой человек духовный учитель ну какой же он святой у него же нет бороды а посмотрите есть очень интересный один имам мусульманский он читает проповедь говорит когда вы поймете что мусульманинам вам надо стать в сердце а не по бороде то есть это правда бич все одеваются все следят чтобы внешне был антураж там крест повесим бороду отпустим понимаете и так далее я никого не осуждаю я поясняю просто что говорит и вот по этому внешнему все судят потому что внутреннее что через обман что делается скрывается маскируется идем дальше люди с низким заработком не смогут добиться справедливости а чтобы прослыть великим знатоком священных писаний достаточно будет научиться замысловато говорить а это у Толстого есть выдержка он говорит правда проста и понятно а ложь вычурна и сложно понимаете и надо правда слушать человек что-то несет такие слова такая логика только выходишь что он сказал ну круто и вот все сидят на него понимаете шоу такое языковое понимаете а толку-то ведь реально все просто смотрите бедность будет почитаться грехом а лицемерие добродетелю для заключения брака будет достаточно согласия на словах а простого омовения хватит чтобы появляться на людях так и есть мы думаем мы помылись отделись уже можно на людях а раньше если ты не провел определенные процедуры очищения ты не можешь идти потому что ты оскверняешь улиц у нас даже этих понятий нет их уже просто нет и вот люди которых были эти понятия вот об этом пишут поэтому когда мы ставим цели мы должны понять что век который нас окружает все что нас окружает очень осквернено и бог был бы не богом если бы он не придумал как нам в наш век почему мы тут родились потому что мы очень хотели определенных вещей это будет уже завтра как наше желание сопоставить с целями ну я думаю достаточно я могу еще тут так на страничку почитать вам да еще вот сейчас прям цель жизни сведется к тому чтобы набить желудок а наглость будет считаться правдивостью того кто сможет прокормить семью будут считать успешным а заповедям религии будет следовать только чтобы поддержать свой престиж алчные безжалостные правители которые будут вести себя как обычные грабители станут отбирать у своих подданных жен и имущество и тем не останется ничего кроме как уходить от них в горы и лес измученные голодом и непомерными налогами люди будут питаться листьями кореньями мясом плодами диких деревьев цветами и семенами а в засуху им останется только погибать люди будут сильно страдать от холода ветра жары дождей и снега их будут мучить ссоры голод жажда болезни и бесконечные тревоги вот в этом состоянии нам нужно спланировать свою жизнь и сделать ее успешной и это очень важно чтобы мы понимали потому что мы иногда расстраиваемся что у нас что-то не получается не учитывая что если хоть что-то получилось в этот век да то это большая заслуга надо не забывать не надо питать иллюзии мы живем в очень тяжелое время и все что здесь сейчас каждый из вас мы же не после школы здесь уже испытал в своей жизни каждый понимаете то есть даже в начале калиюги мясом кормили рабов понимаете а сейчас это как бы ну вот у меня есть деньги на мяс вы подумайте все наоборот кто же из цивилизованных людей будет есть просить меня трупы вы понимаете как все сбилось тут нормальная пища там белок ведь теле есть но тогда давайте возьмем испражнения что уже в Японии делают в Японии уже из испражнений делают определенные продукты выгодно там очень много полезных веществ которые не усваивались но на тонком плане да понятно что они уже не пахнут они там специи добавили почистили но но ребята если бы это не было фактом вы можете в интернете набрать посмотреть кстати Гитлер тоже хотел использовать испражнения потому что химический состав их очень богат и на них выращивают фрукты овощи на человеческих испражнениях во многих странах это же жуть это же все сквернено это все влияет на наше сознание то есть нормальному человеку как-то да вот представьте вот здесь вы сидите помытые чистые там красивые а здесь просто посади человека который ну бомж примеру и у вас не усвоится все что вы едите просто смотря на этого человека понятно да то есть видите то есть даже на простом вот таком плане видно что не так уж тут ну кто-то может подумать слишком тут нет мы это на самом деле тонко ощущаем вот это некое сквернение всей атмосферы вокруг нас мы просто не знаем что с этим делать нам кажется ну что делать правильно всегда так было почему были записаны исторические хроники понятно потому что людям говорят всегда так было да не было так всегда это всего лишь пять тысяч лет и это определенное наказание человек который родился в тюрьме что будет думать что кроме мата ничего нет кроме как кулаком в лоб ничего нет и этой гнилой похлебки что ничего не может быть это норма почему потому что человек родился где в тюрьме но чтобы человеку выбраться из тюрьмы скажите достаточно ему узнать что в тюрьме нет ему нужно узнать альтернативы только когда человек узнает что оказывается может быть другая реальность может тюрьма существовать вместе с обычным миром может правильно здесь же не тюрьма правильно но если человек только в тюрьме жил он не узнает как живем мы правильно так и мы живя в этот век не зная инструментов выхода отсюда ставим цели какие как нам прожить в тюрьме понятно потому что мы думаем что а что такое цели которые как прожить в тюрьме как лучше обмануть тех кто нас обманывает правильно как обманув получив этот миллион все-таки построить достойный дом понятно в чем беда этих целей но в этот дом придут те же потому что мы там же и остались мы его построили путем воровства значит мы все равно воры мы опять в тюрьме понятно да не сердимся меня сегодня да я обещаю что все хорошо закончится но это будет завтра завтра точно надо приходить чтобы стресса не было хорошо спасибо огромное до завтра все спасибо 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 Продолжение следует...